Библейский портал экзегет.ру представляет Книга «Деяния апостольских перевод Международного библейского общества» 27 глава, считаю ее для библейского портала «Экзегет». Самая захватывающая глава книги, очень много действия, очень много приключений. Наверное, многие из нас хотели бы отправиться в Средиземноморский круиз. С Павлом ровно это и произошло, но по особому поводу он потребовал суда у римского императора, когда его арестовали в Палестине, и, как римский гражданин, он имел на это право. Его отправили действительно в Рим под стражей. Когда было решено, что мы отправимся в Италию, Павла и других заключенных, он там, видимо, не один такой, передали сотнику по имени Юлии из императорского полка. Мы сели на адраминский корабль, который должен был заходить в порты провинции Азии, и отправились в путь. Адраминский, ну, не очень понятно какой, но, в общем, какой-то из кораблей того времени. «С нами был македоний Наристарх из Фессалоники. На следующий день мы причалили в Сидоне. Вот из Кесария подробно расписан маршрут. Ну, это по карте надо смотреть. Юлий хорошо обращался с Павловым и позволил ему навестить друзей, чтобы они позаботились о его нуждах. Мы опять вышли в море и прошли Кипр с подветренной стороны, чтобы избежать встречного ветра. Мы пересекли открытое море, омывающие берега Киликии и Памфилии, и причалили в Ликийском городе Миры». Ну, знаменитый город, где потом святитель Николай будет, но пока еще этого никто, конечно, не знает. «Там сотник нашел корабль из Александрии, направлявшийся в Италию, и посадил нас на него». Александрия — это порт в Египте, там зерна много, и из Египта поставляли зерно в Италию. Соответственно, вот нашли попутный корабль и пересадили. «В течение многих дней мы медленно продвигались вперед, и в конце концов, хоть и с трудностями, но прибыли в Книд на Крите. Так как ветер не давал нам двигаться в нужном направлении, мы подплыли к Криту со стороны Салмоны. Стопдом, продвигаясь вдоль побережья, мы прибыли в место, называемое «Хорошие пристани», недалеко от города Лосея. Так как мы потеряли уже много времени, и плавание становилось опасным, потому что даже иудейский осенний пост уже прошел, имеется в виду Йом-Кипур, то есть, собственно, это где-то рубеж сентября-октября, и уже не погода, да, уже вот Средиземноморье бурно, и, в общем-то, плыть уже не очень здорово. Павел предупредил их, я вижу, что наше путешествие будет сопряжено с большой опасностью и тяжелым ущербом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Сотник же, вместо того, чтобы послушать Павла, последовал совету капитана и владельца корабля. Ну вот, им главное поскорее добраться до места, это же все, торговые поставки, прибыли, деньги. Да и сотнику зачем, зимовать с этими заключенными еще не хватало. Порт этот был непригоден для зимовки, и большинство решило отправиться дальше, чтобы попытаться доплыть до Финика и там зазимовать эту всю гавань на Крите. Финик был пристанью на Крите, открытой для юго-западного и северо-западного ветров. Тогда же корабли парусные, да, ну, есть и весла, но на веслах далеко не нагребешь. Подул легкий южный ветер, и, решив, что он-то им и нужен, моряки подняли якорь и поплыли вдоль побережья Криты. Немного времени спустя с острова подул ураганный северо-восточный ветер, называемый Еврокелоном. Он подхватил корабль, который не мог двигаться против ветра. Тогда мы отдались на волю волны, носились, гонимые ветром. Мы оказались с подветренной стороны маленького острова Кавда. Там нам с большими трудностями удалось удержать спасательную лодку из воды. Когда ее подняли на корабль, матросы привели канаты под кораблем и обвязали его. Ну, то есть спасательная лодка, она могла болтаться где-то за кораблем, но в случае шторма ее лучше было поднять, потому что иначе ее оторвет. И тогда совсем никак. И они перевязали канатами корабль, чтобы его скрепить на всякий случай дополнительно. Из страха сесть на песчаные отмели Сирта, это вот область на Средиземном море, уже ближе к Африке, они спустили паруса и продолжали плыть, носимые ветром. Шторм так сильно бросал корабль, что на следующий день они стали сбрасывать груз за борт. На третий день они своими руками выбросили за борт корабельные снасти. Ну, то есть все, корабль уже голый, там уже нельзя поставить ни парусов, ничего, лишь бы только выжить, хоть куда-нибудь приплыть. Несколько дней не было видно ни солнца, ни звезд, а шторм все бушевал. То есть неизвестно где они, по солнцу, по звездам сориентироваться невозможно. Мы уже потеряли всякую надежду на спасение. Люди долго ничего не ели. Попробуй поешь, когда тебя бросают сверху вниз, и ты думаешь, что уже все скоро помирать. Тогда Павел встал среди них и сказал, Павел заключенный и вообще-то совсем не мореход, оказывается самым крепким и самым таким воодушевленным. «Вам следовало послушаться моего совета и не отплывать открыто, тогда у вас не было бы этих бед и потерь». Ну, я на этом месте обычно долго объясняю, почему был прав я, а они и остальные. Павел этого не делает. Ему главное сказать, вот что делать сейчас. «Но сейчас ободритесь, никто из вас не погибнет, только корабль разобьется. Прошлой ночью мне явился ангел Бога, которому я принадлежу и которому служу». Они же язычники, им это долго объяснять все. Вот они верят, что есть особые боги-покровители. Вот Павел и ввелся его бог-покровитель, что он там единый. Вот только не сейчас это объяснять, когда все там уже во время штурма еле живы. «Он сказал мне, Павел, не бойся, ты должен предстать перед Кесарем, и Бог по своей милости даровал жизнь всем, кто плывет с тобой». Ничего себе заявка. То есть Павел единственно ценный в глазах Бога, а все остальные идут к нему как бы в нагрузку. Так он им смело и говорит. «Но это значит, что надо держаться поближе к праведнику. Кто его знает?» «Так что не бойтесь. Я доверяю Богу и верю, что все будет так, как мне сказано. Корабль будет выброшен на какой-нибудь остров». На 14-е сутки, когда нас все еще носило по Адриатическому морю, на самом деле это не то, что называется сегодня Адриатическим морем, это уже Средиземное Адриатическое, оно тогда было больше. В полночь матросы почувствовали, что мы приближаемся к земле. Они замерили глубину, оказалось, что глубина была 15 сажен. То есть у них была веревка с грузом, и там понятно, когда она касается дна. «Матросы боялись, что нас ударят о камни, и спустили с кормы четыре якоря, молясь о том, чтобы скорее наступил день, ну, чтобы затормозить, да, чтобы как-то удержалось. Они попытались сбежать с корабля и стали спускать спасательную лодку, она же у них сохранилась. Дело веще, что хотят опустить с носа корабля якорь. Павел сказал сотнику и солдатам, если эти люди не останутся на корабле, то вам не спастись». Понятно, моряки единственные, кто управляется с кораблем, да, они вот хотят сбежать, бросив всех пассажиров. «Тогда солдаты перерубили канаты, державшие лодку, и она упала в море». Вот «Время решительных действий», да, как такой фильм «Титаник», где там кто-то бежит, занимает места в спасательной лодке, кто-то там рубит канаты, чтобы она скорее упала. Всегда все очень похоже. «На рассвете Павел стал уговаривать людей поесть. Последние 14 дней его постоянного напряжения ничего не ели», — сказал он. «Я настоятельно советую вам поесть, это поможет вам спастись. Ни у кого из вас даже волос с головы не упадет». Ну, понятно, если человек долго голодал, он бессил, он утонет, просто едва оказавшись в воде. «Сказав это, Павел взял хлеб и благодарил за него Бога пред всеми, разломил и стал есть». Вот почти Евхаристия, да, но только не вместе с верующими, а как бы для всех, но он перед всеми благодарит Бога. Это тоже ритуальная трапеза, я бы не назвал ее Евхаристией, но это не просто перекус. Людей-то ободрило, и все стали есть. Всего на борту нас было 276 человек. Огромное количество, да? Когда люди до стопа ели, они стали облегчать корабль, выбрасывая в море зерно. То есть до сих пор груз не трогали, снасти свои выкинули. Они же зерно везут из Египта в Италию. Это деньги, большие деньги. Ну, тут уже все. Тут понятно, что можно сохранить только свою жизнь. На рассвете они не узнали показавшуюся землю, но увидели бухту с песчаным берегом. То есть непонятно, какая земля, но вот место, куда удобно пристать. Бухта с песчаным берегом, к которому они решили пристать, если удастся. Обрубив якоря, они же на якорь встали уже, и пустив их в море, матросы развязали рулевые весла, подняли малый парус, что-то у них осталось, и направили судно к берегу. Вот где пригодились матросы. Без них бы люди не доплыли. Все-таки, да, берега далеко. Вручную там не выгрести, в бурю. Корабль налетел на песчаную косу и сел на мель. Нос глубокого веса был неподвижен, а корму разбивали волны. То есть берег вот он, но так вот сойти не очень-то удобно. Нельзя сказать, что они пристали. Вот их выбросило рядом с берегом на отмель. Можно попытаться дойти, там вплавь как-то быстренько, может где-то даже пешком. Солдаты решили убить всех заключенных, чтобы никто из них, выплыв, не сбежал. Ну, то есть, понятно, побег — это самое худшее. С точки зрения солдат, что случится, лучше доставить живыми, но если нельзя живыми, то, по крайней мере, отчитаемся, что при попытке к бегству всех убили. Чтобы не отвечать потом за недоставленных заключенных, у нас уже это было здесь два раза, стражник, который выпускал заключенного, получал наказание, предназначенное заключенному. Как правило, смертную кознь. Но сотник хотел спасти Павла и остановил их. Он уже понял, что непростой человек. Он приказал тем, кто мог плавать, прыгать в воду первыми и плыть к берегу. Надо сказать, что не все умели плавать. Это сегодня как-то часть такой спортивной жизни обычной, а древности-то нет. Моряки, наверное, умели, а остальные вряд ли. Остальные должны были добираться на досках и на обломках от корабля. Понятно, что если волны со стороны моря, то если просто ухватиться за какую-то доску, тебя рано или поздно вынесут куда-то на этот песчаный берег. Если бы там были камни, разбились бы люди. А так, в принципе, неприятно, но довольно просто спастись. Таким образом, все благополучно выбрались на берег. Что будет дальше в этой захватывающей истории, мы узнаем в 28 главе. Субтитры создавал DimaTorzok